Ни для кого не секрет, что во многих фильмах герои говорят не голосами актеров, которых они играли, а совершенно другими, переозвученной по воле режиссера. Причины у этого могут быть разные. От занятости оригинального актера на других проектах, до банальной мести режиссера за какой-нибудь проступок актера. За примерами далеко ходить не надо. Все вы прекрасно знаете про Нину из «Кавказской пленницы» или Надю из «Иронии судьбы». Но знаете, какой советский фильм был рекордсменом по перезвучке голосов? Да, совершенно верно. «Д'Артаньян и три мушкетера» Георгия Юнвальда Хилькевича. Судите сами. Прекрасную Констанцию Бон-Асье в фильме играла очаровательная Ирина Алферова. Умоляю вас, это не моя тайна. Я прошу вас забыть об этом. Иначе нам обоих грозит смерть. Но вот голос у Констанции не Алферовой. Озвучивала роль за нее не менее очаровательная Анастасия Вертинская. Почему? Всем известно, что Хилькевич видел в этой роли другую актрису, Евгению Симонову. А Алферова была навязана ему сверху. Режиссер был вынужден согласиться. Но он оставил в фильме только лицо Алферовой. Ее голос он посчитал слишком низким для Констанции. И пригласил озвучить роль Вертинскую. Тембр ее голоса, такой высокий, звенящий, подходил к образу Бон-Асье гораздо точнее. Кстати, вокал Констанции, третья актриса, пела за нее Елена Дриадская. Другой пример актерского трио в одном персонаже этого фильма – Арамис. Сыграл его Игорь Старыгин. Черт, подери, я полагаю, что вы не глупый человек, хоть и прибыли из Гаскони. Вам надо было понять, что Париж не вымощен батистовыми платочками. Как вы смели отдать этот платок мне? Но голос у самого красивого и утонченного мушкетера не его. Хилькевич рассказывал, что его не устраивал небольшой дефект речи Старыгина, ведь Арамис должен быть совершенством. И он, с позволения актера, пригласил на озвучку Игоря Ясуловича, который идеально подобрал тембр голоса под Старыгина. А пел за Арамиса солист группы «Коробейники» Владимир Чуйкин. Главный противник мушкетеров – кардинал Решилье. Изначально режиссер видел его в Михаиле Казакове. Но на пробах ему очень понравился образ, который создал Александр Трофимов. Вот только его не устроила тягучая манера говорить и легкое заикание. Поэтому на озвучку этого великого человека Хилькевич позвал все же Казакова, который мог говорить раздражительно, самодостаточно, играя интонациями. Нет такого народа, которого бы я не мог посадить в Бастилию. А вот пел за Решилье Трофимов сам. Также была переозвучена Вилета Клименко, которая играла Аббатису Бетюнского монастыря. Помните? Ту самую, которую очаровала Миледи, выведывая тайну Констанции. Говорит она голосом Лии Хиджаковой. В голосе Хиджаковой есть наивность, которая и была нужна. Это есть во всех ее ролях. И именно это придало ее персонажу столько очарования, вспоминал позже режиссер. Это далеко не полный список. Множество маленьких ролей в фильме озвучены другими актерами. В начале фильма, когда отец главного героя провожает его в дорогу, мы видим на экране Валерия Мышастова. А слышим голос дирижера и композитора Дмитрия Атовмяна. Одного из шпионов кардинала, которые были оставлены в доме Бонасье в ожидании Констанции, играл Владимир Долинский. А мне нравится. Но голос с экрана тоже узнаваем. Озвучил его Георгий Витцин. Маркиза, которую соблазняет Людовик 13-й, сыграна Марией Рыгиной. Но озвучена она была Ниной Масловой. У некоторых героев были переозвучены только некоторые вокальные партии. К примеру, Де Тривиль, сыгранный Львом Дуровым. В дуэте с Боярским поет сам актер. А вот как он исполнил шпаги наголо дворяне, режиссеру не понравилось. И для фильма эту песню перепел еще один из солистов-коробейников Александр Левшин. Еще один из участников-коробейников Вячеслав Назаров исполнил знаменитую балладу Атоса «Есть в Братском парке Черный пруд». Хотя песню «На волоске судьба твоя» Вениамин Смехов поет сам. За трех героин пела Елена Дриацкая. Про Констанцию уже говорилось, но кроме нее голос Амдриацкая поет мелоди. Куплеты в дуэте с Рашфором. Помните? Лила-ум-ли-ла, лила-ум-ли-ла, лила-ум-ли-ла-ли-ле. Хе-хе-хе-хе. Извините. А также ее служанка Кэт. Святая Катерина пошли медворянина. Славный список, не правда ли? Но это еще не все. Режиссер в этом фильме переозвучил даже самого себя. Юн Вальхелькевич сыграл крошечную роль шкипер от шхуны, на которой Д'Артаньян добирался до Англии за подвесками к Бекингему. Не было бы ничего проще. Но сегодня утром пришел приказ, запрещающий выпускать кого-либо из Франции без письменного разрешения кардинала. Но голос у этого шкипера не Хелькевича, а Алексея был такого. Спасибо, что досмотрели. Если понравилось, поставьте лайк и какой-нибудь комментарий. Подписывайтесь, будет весело и интересно. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok